Будьте любезны, покиньте с данистю. Но ваше требование незаконное. На каком основании? Кто удалил? Кто удалил? Она не представила, что она судья. Нет, я не вижу. Я вижу человека в черной одежде. Как она может быть судьей? Вы знаете, как одежду судьей? А при чем есть одежда? Вон черная одежда, у вас черная одежда. А вот тот же судья. Она говорит, что можно отдать. Так, гражданин, по одному. Хорошо, а что благам устраивать? Не орите на меня. Какой порядок? Представьте полномочия свои. Мы сейчас разговариваем. У вас документы какие-то? Вы как физическое лицо. Хорошо он представится, представьтесь. Он представится. Роман Михайлович Петренев. С душой, честью, совестью и гордостью. На 14-30-х войску посажек Лёшкина? Да. Каким вы лицом? Представители. Сначала вы представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, представьтесь. А как вы имеете право оскорблять? 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 Оскорблять человека. Какое вы имеете право? Сейчас полиция приедет. Да, да, едет, все. Нам было вызывать еще раз. За 20 минут. Спасибо за совет. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, мы вызывали полицию в здание суда площадь Ленина. Да, мы сюда направили площадь Ленина. Один судья разомался. Срочно нужна защита нам. Да, нам нужна срочная защита. К нам собирается применять физические... Пусть и на телефоне. Да, мы на телефоне. Судебные преступления. А вы можете сразу соединить, чтобы... Нет, вы соединитесь сейчас. Я сейчас могу говорить, потому что нападали. Я не могла говорить. Хорошо. Алло. Да, это полиция. Вот мы вызвали... Нам нужно защитить нас, сотрудники полиции. Выехали. Скажите площадь Ленина, дом 5. Я заявитель через 112 Левушкина Анна Владимировна. Левушкина. Выдов, но не от вас. А от кого? Нет. Теперь от меня. А давайте теперь от меня примите. Срочно нам нужен сотрудник полиции. Нам нужен сотрудник полиции. Защита нам нужна. Защита нам нужна. На нас организовано нападение и избиение. 19-го было. Хорошо. Анна Владимировна. Кого вы вызваете? Кого? Телефон? Телефон. Вот этот телефон. А вот пришли сотрудники полиции. Пришли сотрудники полиции. Да, да, да. Значит, ситуация такая. Не кричите. Смотрите. Человек, который не представил себе полномочия в черной одежде, здесь приказал вот этим людям, которые в черном, взять меня и вывести, удалить меня из зала. То есть это человек просто... Судебные приставы. Подождите. А вы в курсе, что закон, федеральный закон 118 и 229 не действующий? Они опубликованы с нарушениями. Вот. То есть нельзя на них основываться, что они легитимны. Не порождает никаких... Знаете, какая сейчас? Давайте мы расскажем. Мы вообще, мы вас вызывали. Почему 112 так сделала, я не знаю. Смотрите, что еще не началось судебное заседание. Сначала нам перекрыли дверь, и это мы все покажем, да, не пускали нас. Когда мы стали заявлять, что наши права нарушаются, что у нас судебное заседание, мы на него пришли и стали требовать, чтобы нам не препятствовали в наших правах. Пришла судья, мы стали все рассаживаться. Она сказала назвать всем фамилии. Мы сказали, на каком основании. Мы пока слушатели, и... Не удавили нарушающий порядок за ним? Да. Пусть я объясню вам, чего он нарушал. Представьтесь, пожалуйста, кто такой вы. Да, гражданин, нарушающий порядок. Я человек, я. Представьтесь. Погиньте, знал судебное заседание. Вы не сторона погиб. Пусть объяснит, что нарушала. Вы представьтесь, кто такая вы. Кто вы такая? Скажите, кто? Кто такая? Треть судебное заседание. Скажите, пожалуйста. Кто такая? А что она нарушила? Простите. Он нарушил. Представьтесь, пожалуйста. По помощи представленной причине есть? Здесь, если вы, пожалуйста, у него родительство есть? Тихо, мальчик. Учего? Есть? Да, обязательно прошите. Судья требует... Номер, я вас прошу. Какой у него номер? Номер вашего. Не нарушать порядок вашего. Представьтесь, пожалуйста. Можно ваши, кто вы? Скажите номер. Ваш какой номер? 00621 Вы представьтесь, фамилию. Вы примените статистые силы. Вы можете посмотреть? Ну, давай, Макс, ничего. Ну, что смотрите? Вы что делаете-то? Полиция! Полиция, вы что делаете? Представьтесь, кто вы. Полиция! Нет, оставайтесь здесь! Полиция, оставайтесь здесь! Я прошу вашей защиты, полиция! Полиция! Я требую вашей защиты, полиция! Да? Это кто может? Идите к нему, кроме. Идите к нему вы. Идите к нему. Идите, да, вот вы идите. Хорошо. Мне нужно время подготовиться. Идите к нему, кроме. Идите к нему, кроме. Идите к нему. Идите к нему, кроме. Идите к нему, кроме. Съемку, видеозапись, трансляцию, судебное заседание. Пора идти к нему, кроме. Можно, по-моему, ограниченному слову. Пожалуйста, громче и понятнее. Мы не слышим, что вы реализируете. Замечание. Со того замечания вы удаляетесь из зала. У нас будет ограниченным судом по времени. Должно осуществляться на указанных в том местах, в зале судебного заседания. Что вы не имеете, участвующие в зале. Участники процесса, искусствующие в зале судебного заседания граждане, обязаны соблюдать постановленный порядок в судебном заседании. В ходе судебного заседания используется средство аудиозаписи ТОСКА МДР-22WD. Права понятна сторона? Непонятна мне права. Представитель состава доверенности. Мне копию доверенности. Представитель ответчика. Значит, отводы состава судами? Да. У вас есть отводы? Нет у вас? Кстати, отводчик из лучшего вас снимать на основании к отводу. Первое основание для того, что вы в очередной раз совершили преступление против человека. Заседание не было открыто. Вы его удалили, не назвав ни одну норму закону, которую он нарушил. В зале судебного заседания заседание еще не было открыто. Нет. Второе. Я вам сказала, что мне непонятны мои права. Вы продолжили дальше. Вы продолжили дальше. Нет. Я вам сейчас заявляю отвод. Я вам заявляю отвод в том плане, что я в предыдущем заседании заявила себя человеком. Ага. И вы в протоколе это не указали. Более того, суд... Ты человек? Да. Более того, что суд продолжался в качестве меня как физического лица, на что я согласие свое не давала. В связи с тем, что не получив мое согласие, вы продолжали судебное заседание, рассматривая меня ответчиком как физического лица, вы нарушили мое право, не спросив меня. В связи с этим, уведомляю вас, что вынося решение, вы являетесь представителем опекуна РФ, и все, что вы носите в отношении меня, оно должно быть оплачено вами. Так как главный попечитель физического лица – это государство РФ, на что я не давала согласия рассматривать меня как физическое лицо. Это первое. Второе. Судья не обеспечил справедливого и публичного разбирательства дела в предыдущем предварительном заседании. Судья не обеспечил справедливого и публичного разбирательства дела, созданного на основании закона. Так как не представил доказательства их полномочий и того, что его выбирал в суде единственный источник власти народ. Отказал в подробном разъяснении процессуальных прав и обязанностей и порядка их осуществления, которые нам до сих пор не ясны и реализация которых поэтому не предоставляется возможной. «Нарушил основополагающий принцип справедливости и беспрестрастности, согласно которому никто не должен быть судьей в своем собственном деле, рассмотрел и нелогично отклонил мой обоснованный отвод, который касался именно его в предварительном судебном заседании. Неверно определил обстоятельства по делу, а мои возражения подменил. В целом формально подошел к решению гражданского спора, если такой гражданский спор имеется. Заявляя отвод всему составу Щелковского района суда, который лично, прямо, косвенно и по иным основаниям заинтересованным в исходе дела. Судьи не избраны коренным народом, а назначаются властью без учета мнения местного населения. Такие судьи дальше намерены поощрять геноцид в отношении коренной группы славян путем предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на их полное или частичное физическое уничтожение, а также путем принятия мер, рассчитанных на предотвращение тедорождений в такой группе. Такие судьи лишь имитируют деятельность по отправлению правосудия». Так, это первое. Второе. В связи с тем, что 19.09. было совершено с вами преступление с превышением должностных полномочий, с применением физической силы в отношении человека и моего представителя, которого я собиралась заявить, Петренева Романа, мной было подано заявление о преступлении в Следственный комитет по Московской области, в Следственный отдел по городу Щелково 19 сентября 2019 года. Но в связи с тем, что назначенная председателем Верховного суда в Рио, председатель Щелковского городского суда, который не существует, нигде не зарегистрирован, никаких документов о данном суде нету, прикрыло все преступления, которые совершались в отношении Петренева, его избиение, удушение, дальше что, унижение. И Следственный комитет поощряет, поощряет, прикрывает данные преступления в Рио председателям. Считаю, что никакого честного и справедливого суда здесь априори уже не может быть. Вы сейчас что читаете? Я вам отвод. Статьи, отвод заявляете. И в каждом основании, по которым... Да, основания, я говорю, те основания, в котором считаю ваши должностные преступления, перечисляю. Леонидович, я хочу сохраню еще высказывание, поскольку вы отправляете сходу. Я еще раз вам повторяю, что вы... Хорошо, я... Основания, данные, выложены у Рафа... Да, хорошо, в Ютубе у Рафаэля. Ну вот я вам поэтому зачитываю. И непосредственно в Ютубе выложена Международная общественная организация, общественный контроль правопорядка, представителем которым я являюсь. То, что вы выложены в Ютубе, это как бы вам может быть интересно. Мне сейчас нужно услышать от вас основания по отводу суда, по рассмотрению данных листов. И мы их сейчас слушаем. Не задерживайте время в Ютубе, в Ютубе, в Ютубе, в Рафаэляхе и по вашему существу слушаем ваши основания, как вы все их изложите, чтобы там не удаляться несколько раз, а рассмотреть отвод и дальше прийти к просмотрению дела. Ну я вам объяснила, что первое, что вы самовольно установили мой статус, не выяснив у меня. Поскольку знаю, что законы в нашей стране не действуют, что президент не гарантирует нам защиту наших прав, поскольку для него мы всего лишь физическая субстанция. И поскольку мы не заявляли и никогда не знали о своих правах как человека... Да, вот. Следующее основание. Вы не установили, вы сам вас как принесут. Да. Более того, суд? Нет, вы не установили. Не установите. Подождите, вы не установили. Я говорю, я заявляла себя... Слушатель, удалитесь. Вы не имеете права. Вы можете нам ввести заседание. Выходите. Подождите, а на первый раз? Вы кого именно? Второе замечание. Кого именно? Я не знаю, она не называлась. Вот этот, вот слушатель, в зал заседания, удалитесь. Вы сейчас разговариваете. Вы меня видите? Да я рта не открыла даже. Выходите. Я рот не открыла. Отращайте, помидание, вмешайте вести... А почему вы оскорбляете? Вы слепая или глухая? Я рот не открыла. Так, вы не идите из зала судебного заседания. Вы оскорбляете. Вызывайте полицию. Придете-то, вызовите на... Вы идите, вызовите полицию, пожалуйста. Близко не подходи ко мне даже. Вызывайте, пожалуйста, полицию. Вызывайте, что творится тут. Это не она. Да вообще никто не говорил. Я буду граждать о том. Более того, в судебных... В судебных... Когда судья приступает, не разъясняет права человека. Права человека в международных документах. Поскольку у нас Конституция в приоритете международные законы... Не разъяснили. Не разъяснили права человека. Да. Да. Еще какие основания? Не разъяснили, кто гарантирует защиту прав человека. Какие госорганы у нас могут гарантировать, организованы в нашей стране, чтобы от судейского беспредела у нас могли защищать наши права в суде. Данный орган до настоящего времени не организован. Все с вами? Нет. Более того, в предыдущем предварительном вы удалили меня. Удалили Петренева, когда было предварительное судебное заседание. При этом не вынесли определение. И не указали в протоколе. Тем самым сфальсифицировали протокол. Совершили должностное преступление. Поэтому как вы можете дальше проводить какое-то судебное заседание, если вы... Я вам расскажу, что имеется решение суда, Московская областная... Не надо рассказать, подавали или нет? Я подала заявление о преступлении. И еще какие основания? Да. Сейчас я разъясню, почему не подала. Не надо разъяснять. И подавали все, ответили вопрос. И еще какие основания к отводу? Основания к отводу о том, что я сейчас нахожусь в стрессовой ситуации. Потому что я вижу, когда в отношении человека происходят противоправные действия должностными лицами, и зная, что эти должностные лица не будут привлекаться никакой ответственности, я как человек обязана была помогать человеку, в отношении которого производилось преступление. Но зная о том, что сейчас я должна зафиксировать данную коррупционную составляющую суда, я не могу сейчас помочь человеку из-за вас. И вы наносите мне как моральный, так и физический вред моему состоянию. Это второй раз я вижу, как на моих глазах бьют, убивают человека. И я вынуждена держать себя в ругах, не помогать данному человеку. Вы сейчас устраиваете надо мной не то, что издевательство. Вы просто устраиваете в отношении славян геноцид. Потому что все, что вы сейчас производите, это тот мужчина, ваши приставы и также ваша полиция. Неинтересны никакие правонарушения, которые происходят на улицах. Никакие правонарушения. Полиция сейчас меня не защитила. У вас все основания к отводу, что вы не можете рассматривать данный отвод сами на себя. Я говорю, заявляю отвод всему Щелковскому городскому суду и дам вам сейчас документ, который не зарегистрирован, который не существует, у которого нет акта о том, что он передан от Народного суда РСФСР в Щелковский городской суд РФ. Нет данного акта и нет полномочий у судей в таком суде выносить какие-либо решения. Поэтому у вас идет здесь беззаконие. Более того, вы допустили в предварительном судебном заседании Казанскую, не спросив моего мнения, тоже скрыв все это в протоколе. Более того, не дав мне доверенность, чтобы я могла зафиксировать, что не проверить законность данной доверенности. То есть вы здесь никакие документы на законность не проверяете. Вам приносят все фальсификации. Вам приходят черные адвокаты, которые до этого вы уже вступили в сговор. Так 10.09 у вас была Казанская, с которой вы вступили в сговор. Все это можно посмотреть по видеосъемке, которую я требую запросить в Следственном комитете. Подождите. Я вас сейчас сюда. Я вас сейчас сюда. Я вас сейчас сюда, я вас сейчас сюда, я за второе отвечаю. Я вам разъясняю, о чем мне написал Следственный комитет. Я вам разъясняю. Отвод я вам разъясняю. Основание к отводу. Вы меня перебиваете. Это является основание взятка к отводу? Или отменять? Слушай, за оскорбление суда удаляйтесь. Что значит взятка? Нет, хорошо, определение. Ну вот я вам рассказываю. Я просто спрашиваю, вы мне разъясните. Я вам права все разъясняю. Нет, вы сейчас утверждаете, что Казанская была допущена в СССР и передавала в суду какую-то взятку. Вы сейчас о чем говорите? Вы отменяете суд в получении взятки? Если я сейчас вам что-то... За оскорбление суда я вас удаляю в зону. Я говорю, что вы... Я не выйду. Я не выйду. Определение можно? Нет. Занрушили вы... Нет, 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 держите. Нет. Если вы не меня... Нет, давайте, давайте, я согласна. Я согласна. Я согласна, что в отношении... Я не даю согласия, что вы меня дотрагивались, били. Я человек, и я применю... Я применю в отношении вас самооборону. Я буду себя защищать в этой стране. Я буду себя защищать в этой стране. Зачем вы кричите? Выйдите все за мной, ладно, Оля. Если я не это... Ирина, останься. Нет. Оль, возьмите. Нет, я не буду. Нет, вот так вот, Оля. Нет. Нет. Безусловно, нет оснований. Я не буду. Нет, смотрите. Смотрите. Села, выходим на стол. Ну что, смотрите, а? Охтями не пихайся. Ты что? Ты сказал? Руки убрали. Я вам уже сказал. Руки, а вы уберите камеру, не нарушайте порядок. Доварищ, я прошу вашей защиты, полиция. Пожалуйста, защитите меня от этого мусурпатора. Я тебя даже не пробил. Я не выполняю, что я буду сегодня на приставе. Какого законного? Какого законного? Какого законного? Твои киси тусы тоже самое. Твои киси тусы, твои киси тусы тоже самое. Да, я человек вообще. Так кто есть за высшая власть? Я или ты? Наверное, вы. Ну и все тогда. Чьи исполнения тогда будете? Граждане. Вы обеспечивать мои права будете, нет вообще? Вы заявление будете писать? Я сюда прибыл. О, с моих слов. Какой протокол? То, что вы сейчас пришли на вызов. Какой протокол? Я вам могу дать вам объяснение. Мы заявление напишем, составим вас. По вызову вызвали, чтобы как бы определить, кто есть. А какой я должен протокол составить? Установленное лицо, которое... В зале суда я ничего... Женщина в черной мантии, неизвестно, кто не представил. Женщина, здесь зал суда. Здесь я не обязан. Смотрите, смотрите, вы... Здесь идет засудение. Можно секундочку? Секундочку, подождите, подождите. Смотрите. Вы ссылаете, что это судья, но тем не менее она не представила своих полномочий. Что это за личность? Кто она такая? Право и проверять у нее... В смысле? А кто... В смысле? Подождите. То есть, если я назвался судьей, вы не имеете права у меня документы проверять. Я так правильно понял? Вы судья? Ну, если я представился как судья. Вы судья? Ну, я судья, например. То есть, получается... Я не вижу, что вы судья. А что вы мне дали? Черную одежду одеть? Сотрудники судебных приставов. Ну и что? Все вопросы к ним. Подождите, а вы как... Все вопросы к ним. А вы как определяете, что судья это судья? Все, я не хочу с вами дальше рассказать. Подождите, подождите. Вас вызвали, чтобы вы обеспечили наши права. Вы сейчас сбегаете. Я не сбегаю. А вы отказываете писать заявление? Я не отказываюсь. Берите ручку и пишите с моих слов. Я писать не буду. Как это не буду? Вы отказываетесь принимать заявление? Я не отказываюсь. Вы... Давайте берите ручку, бумагу и пишите. Я не буду писать. Вы что... Как это не буду? Вы не хотите? Дееспособный? Я дееспособный? Заявление пишется собственноручно. Где-то написано, что собственноручно. Вы примите от меня устное заявление и зафиксируйте его на бумаге. Сегодня в 14.35 в зале судебного заседания, номер 214, по-моему, меня выдворили из зала суда неосновательно по решению человека в черной одежде, который не представил своей полномочия. Она отдала приказ распоряжения вот этим людям, которые в черной одежде, чтобы они сделали это насильственным путем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова